Детективная история 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 Скорее туда, где была заточена Аполлома Эрнандес. Как я уже сказал, Виктория считала, что спасение Аполломы это дело ее жизни. Я думаю, взрывчатка здесь поможет. Нужно найти способ открыть эту дверь. Эрнандес явно находится по ту сторону. Давайте. Чтобы открыть дверь, этого заряда вполне достаточно. Не хотелось бы задеть Эрнандес, если она сидит с той стороны. Будем осторожны. Мне нужно найти что-то, что приведет в действие детонатор. Этим что-то может стать наш паяльник. Неплохая мысль, только вот розетки поблизости нет. Есть удлинитель, который отлично поможет нам, и мы достанем на розетки. Так. Заперто. Заперто. Теперь включаем паяльник. И нужно быстро-быстро покидать это место. Виктория, беги. Си-4, это не шутки. Надо в соседнюю комнату. Тебя же может контузить, Вик. Фух. Похоже, пронесло. Дверь просто вылетела. И мы здесь, и мы видим Палому. Она жива, это тоже очень обмышленно. Я ничего не слышу. Это стекло звуконепроницаемое. Но ведь Хокер может в любой момент активировать стул. За всем этим стоит Хокер. Он заперся в соседней комнате. Он вооружен. Не паникуйте, Эрнандес. Я уже иду. Новая задача. Не прибегнем тем, чтобы поскорее ее посмотреть. Нужно прикончить Хокера. До тех пор, пока я его не устраню, он будет представлять собой угрозу. Должно быть, Хокер затаился где-нибудь в комнате. Если я хочу застегнуть его врасплох, он не должен узнать, где я. Не оставляйте меня, Максерсон. Максерсон, вытащите меня отсюда. Прошу вас. Не оставляйте меня, Максерсон. Так, это уже было. Максерсон. Не оставляйте меня. Похоже, здесь два всего. На помощь. Нет, вот еще третий есть. Так, здесь какая-то лупа. Это что? Это компьютер. Какой-то обугленный или грязный. Клавиатура была повреждена при взрыве, однако консоль все еще работает. Ну, клавиатура у нас всегда с собой в кармане. Вы ведь тоже всегда носите с собой клавиатуру в кармане. Правда, поэтому Виктория достает клавиатуру, которая была у нее в кармане. Подсоединяем. И теперь можем воспользоваться обгоревшим, но все еще работающим компьютером. Здесь ряд камер. Все с буквами, одна с цифрой. Поэтому начнем с нее. Она отличается. Так, это камера в подвале. А группа камер Е. Точнее, вот и Хокер. В каком-то неизвестном помещении здесь кровь и бочки. Я знакома с такими устройствами. Это детектор. Он следит за моими перемещениями с самого начала благодаря жучку в моем смартфоне. Я могла бы использовать этот жучок. Возьмем. Из-за этого он следит за нами. Так что, взяв жучок, мы по-прежнему находимся в поле его видимости. Но, возможно, мы сможем как-то где-то оставить жучок. Итак. Приготовив оружие, Виктория входит в следующую комнату этого бункера. И куда мы попадаем? Та самая комната с бочками. Это уже очень прекрасно. Хокер, похоже, вот здесь. Потому что здесь кровь. Можем сюда пойти? Смотрите, входит интересный интерфейс. Нам поворачиваться. Давайте попробуем пройти вперед. Виктория без шума ступала по бетонному полу бункера. Подобно тому, как крадущаяся кошка бесшумно ставит лапку на землю, так и Виктория не спеша проходила сантиметр за сантиметр. Так. Здесь вентиляторы я включил на более высокие обороты. Система вентиляции должна заглушать звук моих шагов. Но этого недостаточно. Нужно отвлечь внимание хокера. Отвлечь его внимание. Пойдем далее. Интересно, такой вид из глаз здесь. Я могу установить электронное устройство слежения сюда. Я могу установить электронное устройство слежения сюда. Нам нужно установить это электронное устройство слежения, наверное, сюда. Чтобы хокер подумал, что мы здесь. Потому что он прям вот, вот тут, наверное, в расстоянии меньше метра от нас. Устанавливаем электронный прибор слежения. Виктория двигалась практически бесшумно, да еще и вентилятор на всю катушку наматывал обороты. Из-за этого шагов не должно быть слышно. Ну что же, какие-то интересные ящики. Попробуем. Да, у нас получилось, покер отвлекся. Все кончено, Джеймс, бросай оружие. На устройство слежения, и мы смогли обойти его со спины. Ну что же, вот и развязка. Благодарю за совет, но я, пожалуй, поступлю иначе. Попробуй свою фигню сейчас, или я буду шутить. Виктория сквернословит, говорит, брось это вырезано цензурой оружия. Черт, дадерит. Хоккер как будто не поверил, что Виктория смогла выстрелить. Виктория не хотела его убивать, видите, она сначала выстрелила ему в руку, чтобы обезвредить Хоккера. Когда он предпринял попытку все равно не выстрелить. Все закончилось так. Хотела бы я, чтобы все это закончилось по-другому. Мне просто нужно освободить Эрнандес. Да, но... Все закончилось, но еще не закончилось. Самое главное дело у нас еще не выполнено, и у нас есть новая задача. Спасти Эрнандес. Если я не развяжу Эрнандес, гореть я на электрическом стуле, а времени у меня совсем мало. Должно быть несколько решений. Если мне придется импровизировать, лучше найти какие-нибудь подручные средства. Подумать только. А мы ведь были друзьями. Какая досада. Это точно. У нас есть аж три электронных ключа теперь. Похоже, устройство Хокера больше не работает. Да что же это за напасть? Это ведь наверняка просто гладись интересной информацией. А вы знаете, что ваш смартфон так гладись полезной информацией? Берегите свой смартфон. С заряженным пистолетом я чувствую себя куда увереннее. Так. Мы зарядили пистолет. Хокер лежал мертвый перед нами. Но самое главное дело еще не было доведено до конца. Да, там были какие-то интересные вот эти вот шкафы. Я хочу посмотреть на них. Вот на эти. Что в них? Не открывается. Я уже встречалась с замками подобного типа. К ним может быть прикреплен ресивер. Однако разъем здесь совсем не такой, как в подвале. Закрыто. Закрыто. Я уже встречалась с замками. Так, это все идентично. Можно, наверное, выключить уже вентилятор. Здесь у нас сидит палома. Но сперва... Сперва хотелось бы посмотреть на этот... КПК-хокер. Для этого его нужно подключить к компьютеру, который у нас недалеко в соседней комнате. И здесь была еще одна дверь. В этом бункере вот. Давайте заглянем сперва сюда. Соединительный кабель. Вот это то, что нужно. Если он соединительный, то нужно, наверное, соединительный. И теперь у нас здесь КПК и кабель. Ударный пистолет, кучка хокера. Интересно, что подключается от нашего. Закрыто. Список составленных хокером. Он практически все предусмотрел. Список Немезиды. Ну и сейчас я его прочитаю. Здесь действительно практически все предусмотрено. Пилка для ногтей в ящике. Кочерка рядом с печкой. Обуглившаяся листовка. Ключ от сейфа перед передним сидением. Мобильный телефон на переднем сидении. Рецепты зарядного устройства от телефона в сейфе. Карта памяти от диктофона. Кровь Эрнандес на протекторском столе в подвале. Компьютерный ключ в серванте. Прядь волосит с Эрнандес. Жетон Андерсона. Маскировка люка. Надписи, оставленные убийцей. Спички, видеозапись с Эрнандес. Файл с кодами. Амфетамины. Аптечка. Ловушки, смотри, Кертис. Пульт управления с крыши. Защита новым паролем. Карта памяти из конверта на кухне. Карта памяти из конверта на сгоревшей комнате. Карта памяти из кармана Гарриса. Ловушка на лестнице. Ведущие в бункер файл. Шифровки в компьютере на посту управления. Ловушка в подвале. Электрический стул. Взрывчатка С4. Бомба. Замок в подвале. Вот так вот быстро я его озвучил. Потому что все это не следует. Не заслуживает того, чтобы потратили много времени. Карсон. Видимо, его сфотографировал Хокер. Зачем? Ничего не выйдет. А если попробуем ударный пистолет наш, то все выйдет. Резаль для металла. Пригодится. Одно могу сказать наверняка. У Хокера явно был на меня зуб. Да, это фото еще из полицейского участка первой части. Помните, как все там было? Если не помните, пожалуйста, посмотрите прохождение первой части здесь на канале. Более подробного прохождения вы не найдете на всем ютубе. Ух ты, тут целый ящик с инструментами. Медная пластинка. Ну вот уже что-то не помещается нам. Набор зажимов крокодилов. Нужно пойти разгрузиться немного. Сейчас мы совместим нашу разгрузку с тем, что посмотрим, что было на КПК Хокера. Палома. Пожалуйста, подожди нас. Не оставляйте меня, Максерсон. Вот здесь у нас был компьютер. К системному блоку которого можно подключить. Попробовать КПК. Наверное, я смогу подключить сюда КПК. Но еще раз я не могу не включить вот это. Стил лайф. Компьютерная игра. Странно. Главной героиней выглядит точь-точь, как я. Прекрасная и непокорная. Ха, это точно про меня. Надеюсь, мне удастся получить доступ к файлам с контрольного пункта. Подключаем КПК. Данные КПК. Требуется пароль. Но наверняка не месяц. Досье не мизида. Не мизида. А. 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 А741. А. Вот так отлично. Заметки. Салли Дюк. Совпадение. Салли Вон. Мне нужны крылья. 1941. Сьюзан Гиарелли. Совпадение. Сьюзан Кливер. 1948. Дороти Ли. Совпадение. Дороти Додж. Вне этого мира. 1945. Элен Ганниган. Совпадение. Эллен Грэм, наемные убийцы, 1942. Я убью одну из них, а остальными займется Кертис. Судя по всему, он следует инструкциям. Нет никаких сомнений в том, что убийство – дело рук палача с восточного побережья. Меня восхищает способность Кертиса беспрекословно подчиняться. Однако я понимаю, почему он вылетел из морской пехоты. Вероятно, садистские наклонности этого типа начали беспокоить его начальство. Не знаю, удастся ли Вик одолеть его. Карсона было нетрудно уговорить. Этот недоумок вообразил, что я отпущу его, когда завершу свое дело. Когда он услышал, как саль и дюк молит о помощи под вспышками фотоаппарата, ему стало не до меня. Наверное, он и забыл о том, что я рядом. Посмотрим, справится ли он со своей ролью. Ну что же, вот эта заметка, она как раз проливает немного свет на то, какую роль играет во всем этом Кертис. Это интересно, больше ничего важного в смартфоне. Хокера не было. Так, давайте вот здесь немножко разгрузимся. Наверняка, вот эти вот ключи нам уже вряд ли понадобятся, как разводной ключ, как импровизированные отмычки. Но в случае чего мы всегда будем знать, куда за ними вернуться. Кстати, у нас есть металлическая труба, помните в бункере? Она лежит там в ящике с металлоискателем. Если я все правильно помню, мы ни разу ее не использовали. Для чего нужна эта металлическая труба, друзья? Вопрос к вам. Снова эта музыка заглушает, наверное, мой голос. Даже не знаю, что приятнее, но голос или нет, наверное, музыка. Так что будем очень рады. Закрыто. Еще один электронный замок. Надо лишь использовать правильный ключ. Правильный ключ у нас есть. И так, дверь открыта. Момент истины. Вот мы и рядом с Арнандесом. Вы в порядке, Арнандес? Я вытащу вас отсюда. На экране появился Хокер. Если вы слышите это, дамы, значит, я уже мертв. Это очень приспортно, но не расстраивайтесь. Так, я еще не закончил. Я люблю все планировать и ненавижу проигрывать. Поэтому я подготовил все на тот случай, если не смогу присоединиться к вам в финале. Вик, дорогая моя напарница, ты предала меня. Интересно, а Арнандес, ты так же подведешь? Призанятный вопрос. Через несколько минут самая известная звезда пятого канала поджарится на электрическом стуле. Если ты, Вик, не сможешь предотвратить этот прискорбный исход, если ты пролетишь, для нее веселье окончено. Конец игре. Однако, после смерти Арнандес, люки откроются. Не такой уж я и злодей. Я даю тебе шанс на спасение. Камеры будут тщательно фиксировать все происходящее, осуществляя прямую трансляцию в интернете. Считайте это данью уважения творчеству палача с Восточного побережья. Он, как никто другой, умел снимать страдания на пленку. И последнее, Вик, второй попытки не будет. Будь это компьютерная игра, я бы сделал так, чтобы переиграть этот момент было невозможно. Но довольно болтовни. Приготовьтесь, дамы, ваш выход. Вы слышали? У вас есть всего одна попытка, чтобы спасти меня, Макферсон. Всего одна. Мы непременно ей воспользуемся. Давайте начать, друзья. Поговорим позже, Макферсон. Вытащите меня отсюда. Я не хочу закончить свои дни на сковородке. Посмотрим, что можно сделать. Поговорим. Посмотрим. У нас идет таймер. Я очень волнуюсь вместе с вами. Я слышу гудение электричества из этого шкафа. Какие еще будут сюрпризы? Этот чертов психопат устроил смертельный стрим. Сейчас все это разлилось в интернете. Видимо, эта стрелка измеряет текущий уровень тока, проходящего через стул. Так, что здесь? Что-то там есть за этой металлической крышкой. Нет времени с ней возиться. Пара выстрелов поточнее, и она сама соскочит с болтов. Давайте сделаем эти пары. Просто садистическая сущность Хокера специально подсказала ему все организовать так, чтобы... Полома погибла на глазах у... Электрический регулятор. Нужно найти способ заблокировать его. Если я не хочу получить удар током в процессе, нужно найти изоляционный материал. А ее он собирался отпустить, чтобы она с чувством вины продолжала жить всю жизнь. Пенная изоляция. Голыми руками мне ее не вытащить. Давайте резаком. Пенная изоляция. Забираем пенную изоляцию. Может быть, она поможет нам здесь. Так. Регулятор заблокирован. Теперь напряжение не поднимется выше текущего уровня. Уже хорошо. Да, но мы не будем жить с чувством вины. Мы спасем Палому и уйдем отсюда оба. Поговорим, посмотрим. Что-то было. Я слышу потрескивание, исходящее от наручников. Я слышу потрескивание. Нужно что-то на них применить. Давайте попробуем ударный пистолет отмычку. Бесполезно. А если... Соединить его С бледной пластиной. Это получается. Девушки обнимаются с облегчением. Похоже, что-то не так. Господи ты боже. Это когда-нибудь закончится. Не надо паниковать. Эрнандес, найдите способ открыть люки. А я пока разберусь с этой ловушкой. Хорошо. Что мне делать? Вы же умеете пользоваться компьютером. Посмотрите на консоль за стеклом. Может, там есть какая-нибудь скрытая команда. Ладно. Макферсон, мы обязаны выбраться отсюда. Это будет настоящая сенсация. Только на пятом. Ну, конечно. Я о чем-то и только думаю. Шевелитесь, черт бы вас побрал. Новая задача. Так. Что я хотел? Я хотел посмотреть новую задачу, друзья. Найти и обезвредить бомбу. Хокер где-то установил бомбу. Если я не обезврежу ее, она взорвется. Сперва нужно найти бомбу. Может, Хокер оставил где-нибудь одну из своих записочек. Так. Тут уже, боже, ничего. Таймер идет. Я не знаю, сколько времени осталось. Нужно поторопиться. Ох ты. Ящик можно открыть теперь. Все цепи перегорели. Но клавишная панель, похоже, функционирует. Мы забрали клавишную панель. Что еще здесь есть? Какие-то цифры. 3, 8, 0. Хм. Ничего более. Так. Друзья. Плавишная панель у нас. Нужно применять ее, пробовать к какому-то из этих, наверное, вот этих ящиков. Давайте к этому начнем с этого. Никак не открыть. Так, здесь какой-то пароль. Нет, нет, нет. Не надо ее забирать, Виктория. Ставь. Давайте попробовать тот, что я записывал. А, 6, 4, 5, 7, 1. А, 6, 4, 5, 7, 1. Да, это именно он. О, Господи. Похоже на бомбу. И не маленькую. По мне так больше похоже на какой-то насос. Батарея обеспечивает питание электрической цепи, которая предохраняет бомбу от взрыва. Видимо, эта коробка присоединена к часовому механизму. Что-то вроде переключателя для прерывания тока в определенной точке. И что мне нужно здесь выбрать? 24 миллиампер. Это напряжение тока, подведенного к переключателю. Если я понижу его, у нас появится шанс уйти отсюда живыми. 24 миллиампер. Эти датчики отображают состояние параллельной цепи, активирующей переключатель. Они должны быть выключены. 24. Нам нужно 24 подобрать, что ли. Давайте попробуем. 24 это 16 и 7. И еще получается 1. Есть еще какие-то 25. 14 и 6 это 20. И есть еще ли 4? Нет, 4 нету. Наверное, это верная комбинация, которую я увидел. Мне нужно пара кусачек, чтобы перерезать эти провода. Давайте будем резать эти провода. Нет, так не пойдет. Это не то. Вот этим. 16. Плюс 7, 23. Так же. И 1. А вот мы могли 23 и 1, наверное, тоже перекусить, друзья. Виктория сделала спасение Эрнандес. Делом своей жизни. И довела это дело до конца. Которые оружия были на месте. Они собрали все трубы. Извините. Извините. Пожалуйста, могу ли я брать ваш телефон? Это Филома Эрнандес. Дай мне Симмон. Я у меня огромный скуль. Эрнандес. Так завершилась игра с Steel Life 2, друзья. Ну что же, пока идут финальные титры. Которые, кстати, я выполню, но очень интересно. В виде файлов департамента СППР, да? Можно подвести итог этой игры. Итак, графика. Графика нормальная. Ничего выдающегося. Нормальная графика. Кого пить. Даже на этом останавливаться не будем. Есть, конечно, и лучшая. Ну, далеко не неплохая. На тот момент, когда игра выпускалась. Музыка. Музыка хорошая. Также ничем особо не примечательная, на мой взгляд. Однако она хорошо передает атмосферность. Поддерживает нас. Тревогу. Волнение. Подстегивает нас быстрее. К тому или иному действию. Единственное, что очень не понравилось, что она внезапно обрывается. Вот это, конечно, просто недопустимо. Я, как музыкант, ну, слух это режет очень сильно. Когда играет мелодию, ты ее слушаешь, она резко обрывается. Даже не знаю, с чем это сравнивает. Но это ужасно. Ужасно так нельзя делать. Ну, с Kill Lite 2, к сожалению, есть такой минус. Далее. Локации. Их нет. Их нет, как это было в первой части. Есть одна большая локация. Дом. Многих очень сильно смущало, что у нее только одна локация. Мне не показалось, что через все это лично. Конечно, это делает игру немного бедноватой. Но... В целом, концепт немного другой. Поэтому... Есть под лидом. И вот то, что имеем, то имеем, да? Далее... Однотипность. Вот однотипность была явлена в сборе этих улик. Похоже, игры закончились. И мне просто не нажать назад. Давайте я нажму назад. Давайте я сейчас загружусь. Покажу вам, что будет, если пойти в кухню сразу. И буду еще параллельно говорить в новом игре. Так вот, дали типность по сбору улик. Многих очень сильно утомляет то, что игра не обладает какой-то разнообразностью. А все сводится к тому, что нужно ходить по этому дому из игрателей. Тем не менее, мне не показалось, что чем-то утомительным. Да, это однообразно. Но... Какого-то... У... Утомления этим процессом я не ощутил на себе. Но это вот мое субъективное мнение. Да, я вам показываю, что будет. То, что я обещал, если мы пойдем к... К хокеру на кухню сразу. И... Сюжет. Вот сюжет мне показался хорошим. Потому что он... Непредсказуем. Вот эта непредсказуемость, она спасает. Так, смотрите, что будет. Если посмотреть на камеру, Виктория неожиданно заходит сюда. Без оружия. Кокер выстреливает. Ранит Викторию. И мы получаем ранение. Нам нужно использовать... Этот гад испарился. Что это он тут творил? В любом случае, если у нас уже есть ранение какое-то до этого, то хокер нас убьет этим выстрелом. И на этом все закончится. Ну, а так мы просто продолжаем игру с ранением. Так что, если кто-то хочет сократить время. И не бегать туда, смотреть на камеры. Не хочет проходить на 100%. То можно так. Срезать и аптечкой потом полечиться. Еще вот здесь есть реплика, если подойти сейчас к бункеру. Люк все еще закрыт. Спасибо тебе, хокер. Ее я вам тоже не показывал. Ну и... Последнее. Это... Вторая... Концовка. Альтернативная концовка. Не знаю, какую концовку можно считать. Альтернативную. Ту или эту. Конечно, мне больше нравится концовка, когда мы спасаем палому. Но может быть и другой исход, друзья. Если палому не спасти. Сейчас мы с вами как раз... Пойдем и не спасем ее. Давайте используем аптечку. Давайте сразу выложим все, что нам не надо. Мы уже знаем точно, что нам понадобится, а что нет. Вот так. Поэтому... Всеобщая неприязнь к Steel Life U2, мне кажется, она имеет эффект толпы все-таки. Потому что... Начиная играть, я тоже в какой-то степени попал под это мнение. И думал, что она ужасная. Такая будет неинтересная. Прям тяжело будет в нее играть. Это не так. Игра действительно обладает большим количеством багов, из которых минимум 3 каких-то глобальных мы видели в этом прохождении. Наверняка есть еще. Так. D090746B2. Если ничего не забыл. Не забыл. Память пока не подводит. Хотя уже и не молод. Так. Заходим сюда. Поэтому баги есть. Они, конечно, не радуют. Видно, что для разработчиков еще создание игр на вот этом 3D-движке было новым делом. Они хорошо делали это на движке, который использовался в предыдущей части и много игр создали. Но все равно это даже с какой-то стороны забавно. Так. А мы не взяли... Ой. Я вот в этих всех рассказах забыл собрать все со стола. Поэтому, простите. Поэтому... Наверное, учитывая все, что я сказал. После Тиллайф 2. По этой игре я поставлю все-таки четверку с минусом. Все-таки не тройку. И основное в этом всем решении... Наверное, ключевым основополагающим в этом решении стала для меня непредсказуемость сюжета. Если еще говорить о сюжете, то что мне не понравилось, что вот так вот как-то совсем-совсем мало внимания уделили завершению истории первой части. Да, нам показали, что Ричард был убийцей, но все-таки большинство из нас, наверное, ожидали, что вторая часть будет посвящена именно продолжению вот этого расследования. Здесь же мы получаем совсем другое расследование. Это неплохо. Кусок С4. Это неплохо, но я хотел бы, чтобы все-таки Ричарду и в завершении истории первой части было отведено в более значимое место. А вы не забыли важного вопроса, друзья? Пока я тут вот это все, всю эту тираду рассказываю про ящики, про ящики и про запах, да? Я задавал его в начале части. Он по-прежнему очень остро стоит на повестке дня этот вопрос. Вот, поэтому, если бы не вот этот вот такой запутанный сюжет, то все-таки игра бы получила тройку. А так, четверку с минусом, и Steel Life 2 заслуживает внимания. Не та эта игра, как говорят многие, что не стали в нее играть даже в момент релиза. Так что ставим Steel Life 4 с минусом. Если вы помните, то первой части мы поставили 5. Наверное, третью часть уже не стоит ожидать. Хотя, кто знает. Сайберию третью тоже ждали. 11 лет. Ну и? Я не соединил, что ли, ничего? Вик? Интересно, можно ли выключать заставки в игре? Вот сейчас проверим. Никогда не пробовал. А, это не заставка. Почему-то не заставка. Ну, вот с хокером будет заставка. Да, мы проверим. Так что вот так. Мы уже даже с вами все привыкли к Виктории, главной героине. Немного даже грустно с ней расставаться. Кстати, по какому-то из рейтингов... Есть рейтинг сексуальности персонажей женских. Какой-то я никогда за ним не следил. Но знаю, что он есть. Интересно, занимает ли в нем Виктория какое-то место. Я знакома с такими устройствами. Это детектор. Этот диалог нельзя выключить. Будете знать. Он следит. Яма... Итак. Сейчас все нужно сделать быстро и точно. Вы сможете посмотреть вторую грустную концовку. Так как мы походим только на 100 пациентов, я просто обязан вам ее показать, друзья. Титры в стиллайфе 2 прошли быстрее, чем в стиллайфе 1. Я даже не успел вердикт вынести и поставить эту четверку с минусом. Ну, а что мы будем проходить дальше? У нас на очереди есть черное зеркало. Это просто шедевр. У нас есть Сайберия. Ну, классика. Все это, конечно, будет. Но перед этим, скорее всего, сделаю какой-нибудь не совсем знакомый квестик для вас. И из более современных. Что-то выберу. Все кончено. Оставлю это... Эту интригу. Не буду говорить пыльно. Я еще сам до конца не определился. Но уверен, что вы его посмотрите. И мне будет интересно, конечно, тоже ваше мнение на новом квесте. Не классическом. Хотела бы... Не совсем, конечно, новый. Я не говорю, что это будет квест 2017 года. Но... 2010-2014 год. Похоже, что-то выберем. Заряженный. Так, все, все, все хорошо. Теперь надо просто идти в комнату к паломе. Ничего больше не делать. И не успеть вовремя. Вот такая у нас сейчас задача. Не успеть вовремя. Покер начинает вещать. Все, нам нужно просто подождать, пока время пройдет, друзья. Поговорим, почта. Я слышу потрескивание, исходящее от наручников. Давайте посмотрим, что там. Я слышу потр... Ух ты. Можно нашим пистолетом от наручкой действовать, но при этом уносит ущерб. Повышает. Может быть, так можно все закончить быстрее? Да, так можно все закончить быстрее. Вот такой вот есть грустный финал. Люки открываются, как Хокер и говорил. Но этот белый свет, это не путь на свободу. Это путь к вечным угрозениям совести до конца своих дней. Виктория понимала, что у нее ничего не получилось. К этим трупам, которые лежали перед ней, прибавился еще один. Чувство никчемности. Чувство обреченности. Чувство невыполненного долга. Вот это, конечно, плохая концовка. Но она тоже есть. После этого будет видеофинальные титры. Друзья, большое спасибо всем, кто посмотрел это полное прохождение игры с Силлайн 2. Мне действительно приятно делать полное прохождение для вас. Я благодарен каждому в отдельных кто смотрел это все. Возвращайтесь. Возвращайтесь, пересматривайте прохождение. Возможно, мы увидим зрителям приятные эмоции. Там будет вдвойне приятно. Следующее прохождение нового квеста будет уже очень скоро. Ну, а если вы не благодарны, то выразить благодарность можно по реквизитам, которые есть в описании к этому видео. Приходите на Виртуозилла Game Boy. Здесь игры это искусство. Здесь прохождение только на 100%. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok